Товары для детей на особым счету. Карельский Роспотребнадзор подвел итоги работы по контролю за незаконным оборотом промышленной продукции в республике. Зачем еще следят в управлении и какие правонарушения выявляются при продажах детской обуви и меховых изделий, узнала Евгения Легкая. На контроле управления Роспотребнадзора по Карелии в 2017 году в первую очередь, рассказала Людмила Котович, находились товары, предназначенные для детей и подростков, а также продукция легкой промышленности. На основании приказа управлением, в том числе во взаимодействии с органами прокуратуры, было проверено 58 объектов, проверено 521 партия товаров, в том числе 4 партии меховой продукции, 44 партии обуви для детей до 3 лет и 473 партии другой продукции легкой промышленности. Людмила Котович пояснила, что в 2017 году доля проверок с нарушениями составила 60% от общего количества, что значительно выше, чем в 2016 году. В основном это нарушения маркировки, в других случаях отсутствовали сопроводительные документы и был нарушен знак обращения на рынке. В итоге 107 партий, из которых 52 импортных, были сняты с реализации. До сих пор по трассе Кола в Карелию возятся и санкционные товары. Наши сотрудники были изъяты партией груш гвинейского происхождения, якобы на самом деле являлись польскими. Они откуда-то там берутся, по воздуху к нам сообщений нет соответствующих. Поэтому продукция идет. В 2016 году у нас были самые низкие показатели по изъятию санкционной продукции. В 2017 такая работа была полностью остановлена, стационарные посты вдоль дороги ликвидированы. В этом, в 2018 году, будут приниматься меры по пресечению ввоза санкционной продукции в Карелию посредством дежурства на трассе и активного взаимодействия с органами таможенной службы и прокуратуры. Резюмировал свое выступление Александр Воробьев.